Привет, я Ира, или гид в шляпе. Сегодня я в эпичной кепке. Привет всем моим поклонникам, кто пишет обычно в комментариях, что это не перец, а вот вам. В общем, всем привет. Сегодня предлагаю вам небольшой экскурс о профессии экскурсовода в целом. Экскурсия в переводе с латинского означает поездка. Именно с этого все началось с поездок и путешествий. В европейских странах еще во времена древности и античности в основном возник такой вид времяпрепровождения, как поездки и путешествия. Тогда это делалось не столько с целью отдыха, сколько с целью общения, обмена культурными ценностями и экономическими, естественно, устанавливали торговые связи. В Древней Греции, как известно, возникли Олимпийские игры. И вот в то время тогда возникли путешествия, поездки со спортивной целью. Но эти поездки преследовали не только на самом деле спортивную цель, но и цели общения. И как раз таки люди узнавали чужую культуру. В Средневековье дальше возникает туризм с целью религиозной. То есть это было паломничество в основном по святым местам. Ну а далее уже в эпоху просвещения основная цель религиозная уходит на второй план, а на первый план выходит цель образовательная. В России путешествия возникли в эпоху реформ Петра Первого. Ну, во-первых, Петр Первый сам был известный путешественник. А во-вторых, в то время стали организовывать гранд-туры для дворян. И цель таких туров была в том, чтобы дети из богатых семей, из знатных, получали образование и повышали свой культурный уровень с тем, чтобы далее занять хорошие посты в государственном аппарате. Долгое время путешествия были привилегией элиты. Но поскольку в условиях бездорожья проезд был очень дорогой и организовать его было сложно. А уже такой массовый характер туризма, путешествия, ну и как следствие экскурсии получили в 20 веке. Все очень просто. Экономические связи, межнациональные, культурные, глобализация и развитие транспорта. Все это повлияло на то, что именно в 20 веке произошел целый бум экскурсий и путешествий. Плюс в 20 веке у людей меняются мотивы для путешествий. Они начинают ездить с целью чисто отдыха. И в том числе с целью лечения. Плюс становится гораздо больше поездок научных экспедиций с научной целью. А также командировок, деловых поездок. Ну и все это сопровождается тем, что путешественники с любой целью хотят узнать историю, культуру, географию, природу. И вот это вот все того нового места, куда они едут. Вот почему именно в 20 веке экскурсионная деятельность становится уже обособленной от всех других, а экскурсовод становится профессией. Вообще считается, что сведения об экскурсоводе как о профессии появились еще в начале, точнее в первой половине 19 века. Не самый известный декабрист с фамилией Якушенко впервые стал проводить, как энтузиаст, экскурсии для детей. В числе прочих его сослали известно куда. И вот там в ссылке он работал в женской гимназии, в гимназии для девочек. Именно там он организовал для учениц этой гимназии и впервые провел экскурсии детские на природу с тем, чтобы изучать растительность того места. В 19 веке, примерно в середине века, экскурсионная деятельность становится уже более массовой и в этом начинает участвовать государство. В то время власти смекнули, что экскурсии можно использовать как рычаг, ну точнее как средство, как инструмент религиозного и морального воспитания молодежи. И именно упор в первую очередь в то время делался на организацию экскурсий для учеников самых разных учебных заведений, гимназий, училищ и школ. В то время экскурсии для школьников, гимназистов, студентов стали проводиться не только на природе, чтобы изучить мир растений, но и по местам исторических событий. И вот в конце 19 века в Москве была организована комиссия при педагогическом обществе, которая целенаправленно занималась организацией экскурсий для учеников самых разных учебных заведений. Именно 19 век стал толчком к развитию экскурсионной деятельности, потому что это в принципе был век трансформации во всех сферах жизни общества. Много научных открытий, открываются новые музеи, новые памятники, проводятся выставки, изучается более глубинная история. Все это естественно способствовало тому, что люди перемещались, путешествовали с тем, чтобы изучать новые места. И в результате этого всего появляются клубы по интересам, то есть люди начинают организовываться в общество туризма. Отдельного внимания заслуживает история Крымского горного клуба, как одной из первых подобных организаций объединения любителей туризма. Это была не первая подобная организация, поскольку за несколько лет до этого был организован Кавказский горный клуб, но аналогичная. Крым – одно из популярнейших направлений туризма с целью и отдыха, и лечения, и с культурной целью в наше время, но он стал популярен еще в 19 веке. Добирались туда в то время как по суше, так и по морю. Крымские горы считаются достаточно лайтовыми, потому что там много доступных хребтов, много горных троп, и конкретно вот еще в 19 веке туда стали организовывать экскурсии, походы, даже разрабатывали туры на велосипедах. Ну и плюс Крым – популярное направление для отдыха с целью лечения, поскольку прекрасное сочетание целебного горного воздуха и морского в отдельных частях Крыма – степного и морского. И по сей день люди ездят туда, чтобы убирать проблемы дыхательного аппарата, ну и не только. Первую экскурсию в Крым провел геолог профессор Головкинский. Он организовал группу из 25 студентов Новороссийского университета. Даже была организована для них поездка на уровне транспорта, на теплоходе, они добирались из Одессы в Крым и обратно. Там, в Крыму, студенты посетили горы и побережья. Цель их путешествия была в первую очередь геологическая, но не только. Они познакомились и с историей многих интересных мест в Крыму. Они побывали в Ялте, в Севастополе, в Херсонесе, в Ингерманском монастыре, в Ботаническом саду в Никите. И, помимо прочего, вот этот вот профессор Головкинский был автором одного из первых путеводителей по Крыму, который стал очень известен далеко за пределами Крыма. Очень популярное издание было. И вот как раз таки в Одессе в 1890 году был основан этот самый Крымский горный клуб. Его члены занимались не просто изучением Крыма, всех его аспектов, но и распространением этих знаний. Они, собственно, способствовали тому, чтобы Тавриду посещали естествоиспытатели и художники. Ну и занимались организацией экскурсионных туров. Финансирование организации было внутренним. Ну, то есть, по большому счету, члены этого Крымского горного клуба скидывались на то, чтобы клуб функционировал. Помимо этого, они издавали литературу, которую реализовывали и проводили платные экскурсии. Слава Крымского горного клуба возрастала. О нем узнавало все большее количество людей именно благодаря проведению экскурсий. А позже в самых разных городах стали организовываться и открываться филиалы этого клуба. Именно эти филиалы занимались организацией туристических и экскурсионных туров. Сначала в Крым, затем на Кавказ, на Урал. И даже попадались такие относительно экзотичные варианты, как, например, по Днепровским порогам. А чтобы экскурсионную деятельность еще более сделать популярной, этот Крымский горный клуб стал себя рекламировать. Они издавали буклеты и брошюры, которые рассылали по учебным заведениям. А возле санаториев и лечебниц в Крыму вывешивали рекламные плакаты с информацией о проводимых экскурсиях. Особенно активным в этом смысле был филиал клуба в Ялте. А в 1902 году Крымский горный клуб стал готовить экскурсоводов для проведения экскурсий. По сути, это были одни из первых курсов для гидов на профессиональном уровне. В начале 20 века интерес к экскурсионной деятельности возрастал. Как со стороны тех, кто хотел этим заниматься, так и со стороны тех, кто просто хотел путешествовать и ходить на экскурсии. Стало появляться много экскурсионных бюро, комитетов, комиссий. Очень много экскурсионных комиссий в определенный момент появилось. Первые открылись в Москве, в Ярославле, в Харькове, в Екатеринодаре. А еще интересным направлением в то время стали экскурсии для сельских жителей. Они имели такую сельскохозяйственную направленность и способствовали обмену опытом ведения хозяйства. Отдельная тема – это экскурсии в учебных заведениях. Но я уже говорила, что, в общем-то, по сути, с этого все и началось. С энтузиастов, которые проводили экскурсии для школьников и для студентов. Очень известен Николай Захаров. Он преподавал в Александровской учительской школе в Тифлисе. И там он тоже организовал экскурсии для учеников этого учебного заведения. Он настаивал на том, что любая теория, полученная ими в учебном заведении, должна быть подкреплена практическими занятиями и экскурсиями. Только тогда это имеет эффективность. Изучали они не только естествознание, но также и географию, и историю. И он, этот Захаров, разрабатывал туры с определенной темой для учеников. Но без бюрократической составляющей, естественно, тоже в развитии экскурсоводчества и профессии экскурсовода не обошлось. В 1900 году был издан циркуляр министра народного просвещения. Он отменял летние работы на каникулах для учеников. Но вместо этого вводил специальные оздоровительные прогулки, путешествия и экскурсии для учеников. А ответственность за организацию подобных мероприятий возлагалась теперь на педсоветы и на директоров учебных заведений. А в 1902 году был введен специальный тариф для экскурсионных групп учеников. В вагонах третьего класса им сделали специальные льготные билеты. А путешествия на короткие расстояния стали вообще бесплатными. Речь о железной дороге. И вот этот вот школьный и студенческий тариф сохранялся практически до революции. В учебных заведениях экскурсионная деятельность в итоге была поставлена, так сказать, на научные рельсы. Начала появляться методика для проведения экскурсий и конкретной инструкции для экскурсоводов. В Петербурге в лесном училище в 1910 году преподаватели разработали и издали книгу «Школьные экскурсии». Там впервые были описаны и изложены принципы и основы экскурсионной деятельности. И вот на основе этого издания здесь, в Петербурге, стали организовывать также различные экскурсии с исторической направленностью по местам Петербурга. Благо их тут более чем достаточно, чтобы знакомить школьников и студенчества с историей города. Не только с историей. Также в первые годы 20 века впервые появляются также специализированные издания, журналы. В Ярославле это был русский экскурсант, а в Москве экскурсионный вестник. И эти издания содержали как просто полезную информацию об экскурсиях, так и методическую составляющую для профессионалов, для тех, кто, собственно, занимался проведением экскурсий. Ну, далее Первая мировая война и революция внесли свои коррективы во все сферы общества, естественно. И все это развитие экскурсионного дела притормозилось. А уже в последующие годы правительство приняло решение, что нужно воспитание детей и молодежи подчинить единой системе и обязательно ввести экскурсии как одну из составляющих учебного процесса. Требовалось в то время организовать для этого большое количество учителей и повысить их квалификацию. Курсы для учителей в этом контексте были организованы впервые в Павловске в 1918 году. А потом стали создавать станции, естественно, исторические, специально для проведения экскурсий. И в окрестностях Петербурга их было создано довольно много. Ну, например, в Петергофе, в детском селе, в Лахте, в Сестрорецке, ну и так далее. К тому времени, уже во времена, собственно, советской власти, стали изучать экскурсионное дело на уровне науки. Ну, впервые это произошло в Петрограде, здесь и в Москве. А в 1936 году впервые была создана научная организация «Экскурсионно-туристическое управление». И сделано это было в Москве для того, чтобы подчинить всю систему какому-то единому плану и разработать методику для проведения экскурсий, в общем-то, для всех. Ну, вот как-то так. Началось все с древности, а, собственно, профессия экскурсовода относительно молодая, поскольку полностью сформировалась она буквально за последние 100 лет. Ну, и напоследок, чтобы разбавить немного эту теоретическую теорию о развитии профессии экскурсовода, я бы хотела порекомендовать всем, кто интересуется Питером, кому интересно узнать о том, как проводились экскурсии в советское время в Ленинграде, и просто от души посмеяться реальным фактом из жизни, непридуманным, рекомендую к прочтению книгу «Байки питерского экскурсовода» Елены Голиковой. Я бы хотела сегодня буквально пару примеров зачитать. Турист, скажите, пожалуйста, а когда, наконец, будет играть оркестр? Какой оркестр? Ну, вы говорили, что здесь, на площади, будет играть оркестр. Или это на другой площади? Я про оркестр не помню, чтобы я это говорил. Ну, может, не оркестр, может, ансамбль какой-то. Экскурсия называлась «Ансамбль центральных площадей». Подслушана возле медного всадника. Как известно, на камне по стаменте с двух сторон сделаны надписи. С одной стороны на латинском, с другой на русском языке. Петру первому, Екатерина вторая. На фоне монумента фотографируется семья. Отец громко детям говорит. Вот видите, какой дочка батьке памятник поставила. Учитесь! Тюрьма Трубецкого бастиона. Место знаменитое. Рекламируем активно. Кто там только не сидел. Пойдемте. Ну, когда вы еще в тюрьме побываете? Экскурсии в Ленинграде начали водить в 1945 году. Сначала на грузовых машинах, потом на автобусах. Спрос на них был так велик, что придумали водить и пешеходные экскурсии, и на корабликах, и даже на трамваях. Человека, ведущего экскурсии по городу, в отличие от музейных экскурсоводов, называли городовиком. Ну, кстати, вот перец, он по сути городовик. Нина Григорьевна продает билеты на экскурсии. Для бухгалтерии от каждого билета отрывается корешок. По этим корешкам затем все суммируется. Ситуация. Последний билет на очередной экскурсионный автобус покупает мужчина. Зная, что автобус может вот-вот уехать, он, не дождавшись, когда у него оторвут корешок, буквально вырывает билет из рук продавца и бежит к автобусу. И представьте картину. На дворцовой площади несется мужчина, за ним бежит дородная эффектная блондинка и кричит вслед. Мужчина, стойте! Мужчина, я вам еще не все оторвала! Лето. Раннее утро. На Исаакиевскую площадь въехал автобус, прибывший из Германии. Полный туристов. Приехал явно впервые. Красиво развернулся, аккуратно встал по разметке возле памятника Николаю Первому. Туристы с водителем пошли завтракать в Асторию. Пока они завтракали, а иностранцы едят всегда очень долго. Картина возле памятника круто изменилась. На площадь приехали десятки российских автобусов с туристами. Автобусы встали, как попало, перегородили всю площадь вдоль и поперек. Гости высыпали фотографироваться. После завтрака выходит из гостиницы немецкий водитель. Вальяжно идет к своему автобусу, но его даже глазами не находит. Так все заставлено и перегорожено. Он ошарашенно смотрит на весь этот хаос, разводит руками и громко говорит по-русски. Россия, катастрофа! Ну, вот на этой позитивной ноте на сегодня у меня все. С вами был Павел Перец, Ирина Гид в шляпе. Будет еще много интересных историй. Мои контакты находятся в описании к этому видео. Поэтому пишите, звоните, приходите на экскурсии. Всем пока!